Руководство нашего Нацбанка уверенно заявляет о победе Байдена и, исходя из этого, даже строит прогнозы. Действительно, большинство СМИ во всем мире сообщают о победе демократов. Однако Дональд Трамп прощаться с креслом главы Белого дома все же не спешит. Он заявил, что через суд намерен добиваться справедливости и пересчета голосов. Жанна Алпызбаева следит за ситуацией. Она сейчас на связи со студией. Жанна, с Байденом более-менее все понятно. Гораздо интереснее сейчас наблюдать за реакцией Трампа. Спасибо, Мадина. Сегодня штаб Трампа намерен подать в суд для того, чтобы выборное законодательство было собрано целиком и полностью. Чтобы был выбран истинный победитель, говорится в заявлении 45-го президента. Он отметил, что не подготовил речь на случай победы или поражения. Выигрывать легко, проигрывать никогда непросто, заявил действующий глава Белого дома. Тем временем мировые лидеры уже поздравляют Джо Байдена с победой на выборах. Среди них и президент Касым Жумар Токаев. Поздравления он опубликовал на своей странице в Твиттер, только на английском языке. Мои искренние поздравления господину Джо Байдену по случаю его избрания президентом Соединенных Штатов Америки. Надеемся на плодотворное сотрудничество между нашими странами в областях, представляющих взаимный интерес. Лидеры ЕС поздравили Джо Байдена с победой на выборах, призвав к более тесному трансатлантическому сотрудничеству. Иран, в свою очередь, отреагировал на выборы в США фразой «Трамп ушел, но мы с нашими соседями остаемся» и призвал страны региона к сотрудничеству. Ранее некоторые СМИ отмечали, что администрация Трампа планирует каждую неделю до 20 января, дня инаугурации Байдена, объявлять о новых санкциях против Тегерана. А вот Россия до сих пор молчит. Зарубежные СМИ обращают внимание на то, что президент России Владимир Путин занял выжидательную паузу. И это не должно вызывать удивление. Хранит молчание и официальный Пекин. Напомним, при Трампе противостояние США и Китая довольно сильно обострилось. И это может отрикошетить и на Казахстане. Китай, США, при любом президенте, они являются основными конкурентами. Вот эта противоречия глобальная, она будет сказана на всем мире. Но прежде всего, опять на таких партнерах китайских, как мы, прежде всего, это с созданием такого пояса нестабильности вокруг границ Китая. Поэтому будет сказано, каким образом, другой вопрос. Штаб Байдена, в свою очередь, направил запрос в Управление общих служб США о признании его президентом. В команде кандидата от демократов заявили, что четкий сигнал необходим для плавной и мирной передачи власти. По-прежнему не определено, кто получит большинство в Сенате. 48 человек избраны от республиканской партии и 46 от демократической. Всего в Сенате 100 членов. По прогнозу СНН, демократы сохранят контроль в Палате представителей. Они уже гарантировали себе 211 мест из 218 необходимых для большинства. Блумберг пишет, что у демократической партии уже 214 мест, а у республиканцев 195. У меня на этом все. Мадина. Да, Жанна, победу демократов признают и аналитики финансового сектора.